На часах 16.00 расскажем, что происходит сейчас в регионе. С вами Вадим Федосеев. Здравствуйте! 2000 кубометров воды было откачано с улицы Архангельска силами архкомхоза за минувшую неделю. Дожди приостановили ремонт и дорог в областном центре, но главы округов держат ситуацию на контроле. Каждый сухой день будет использован по максимуму, пообещали они Игорю Годзишу. Центральной же темой сегодняшней планерки в мэрии стало обсуждение последствий столкновения баржи, груженной лесом с Кузнечевским мостом. ЧП произошло 31 июля. Многотонная баржа с лесом не смогла пройти под мостом из-за чрезмерной высоты. Застряла, часть бревен вывалилась в воду. В результате удара нарушена одна из балок путепровода. Сегодня инспекция государственного надзора порта Архангельск была проведена проверкой собственнику боксира, который транспортировал данный груз, вынесено постановление об административном правонарушении. Назначен штраф, ну штраф визерный, 500 рублей. Собственником баржи является НОРО. По мнению надзорного органа, собственник баржи нарушил кодекс мореплавания Российской Федерации. Если ущерб, причиненный Кузнечевскому мосту, превысит миллион рублей, в отношении судовладельца может быть заведено уголовное дело. Теплых дней в регионе этим летом было немного, но купальный сезон повсеместно открыт, часто трагично. 37 человек утонуло на водоемах Архангельской области, в том числе двое детей. При этом 19 северян погибли при купании в необорудованных местах. Основная причина гибели взрослых – купание в состоянии алкогольного опьянения. При этом и без трагического финала купание в неразрешенных эпидемиологами местах опасно. Например, купальщик может подхватить паразитов, живущих в местных водоплавающих птицах, подхватить кишечную инфекцию, заполучить или обострить аллергию от промышленных и бытовых отбросов, или бесхозных свалок, которых очень много вдоль рек. Наконец, можно попасть в сильное течение, водоворот, подводную яму, запутаться в водорослях, пораниться об острые предметы на дне водоема – коряги, топляки, тайные железобетонные плиты и другое. О 80-летнем юбилее Архангельской области узнают москвичи и гости столицы. Этой дате посвятил свою первую персональную выставку в центре Москвы на Петровке-25. Наш земляк Сергей Сюхин. Сегодня он вылетел в Москву, чтобы успеть подготовить экспозицию к открытию. Мы не успели. Все работы Сергей Сюхин уже отправил в Москву. Свою персональную выставку в Московском музее современного искусства мастер посвящает 80-летию Архангельской области. Очевидно, что главная любовь мастера – это русский север. Экспозиция известна архангельскому зрителю, ведь это те самые врата памяти, промежуточный и, безусловно, заметный итог многолетней творческой деятельности Сюхина. В последующем был создан одноименный фотоальбом. Этот альбом в Москве людей привел в восторг, и они меня пригласили. Ты представляешь, Московский музей современного искусства в центре Москвы. Из него выходишь, и Красную площадь видно. Это радость для художника большая. И я очень, конечно, и волнуюсь, и так переживаю. Открытие в сердце столицы выставки, посвященной 80-летию Архангельской области, поддержанной Министерством культуры России, правительством Москвы, Академией художеств. Церемония намечена на 14 августа. Работать экспозиция врата памяти будет до 5 сентября. Этот вид спорта не является олимпийским, но покоряет все больше сердец любителей единоборств. В Архангельске на Бакарице 1 сентября откроется клуб тайского бокса «Ворон». Поединки свободных будут проходить в этом зале. Конечно, после того, как полуразрушенное заброшенное помещение бывшего спортклуба «Портовик» на Бакарице будет полностью восстановлено и оснащено. А пока работы идут полным ходом. Построен с ноля второй этаж, утеплены стены, закуплен спортинвентарь. Здесь будет холл, здесь будут размещаться диваны, здесь будет съеден администратор. Также здесь будет у нас телевизор для проведения видеоуроков, для разбора постсоревновательных ошибок. Владелец клуба Михаил Петров – многократный участник и победитель региональных соревнований по тайскому боксу. В 2003 году вышел на тренерскую работу, но быстро понял, чтобы тренировать детей и подростков, нужны условия. Создать их Михаил решил сам. Защитил проект и получил стартовый капитал от корпорации развития Архангельской области. Клуб на Бакарице – первая ласточка, точнее Ворон. Чтобы наш клуб, Ворон, он развивался во всех региональных центрах нашей области, ну и в ближайших городах, то есть Новодвинск, Северодвинск. Будем открывать филиалы, будем искать тренеров, обучать тренеров, подготавливать, заинтересовывать. Ну и, соответственно, это выезд на более рейтинговые соревнования. Ну и также не отрицаю, что будем планировать переход в профессионалы, то есть переход детей наших учеников в профессиональные боксеры. Помимо тайского в клубе будут группы для занятий традиционным боксом и рукопашным боем. Вовлечь в единоборство Михаил собирается большой круг спортсменов – детей от 3 до 17 лет и взрослых. Первая тренировка запланирована на 1 сентября. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Информационные итоги сегодняшнего дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь.